Для начала Александр Григорьевич очень поотечески относится к журналистам, но он и поотечески требовательен. В последние годы, говорят во всяком случае коллеги постарше, мне в 34 сложно бросаться такими словами, что Лукашенко сейчас переживает очередную свою молодость. Александр Григорьевич, конечно, блестящий спикер, который фонтанирует интересными запоминающимися цитатами постоянно. Вопрос может быть следующего характера. Как вообще люди попадают в президентский пул? Глобальная причина, на мой взгляд, того, почему последние годы вот это происходит на Украине, это то, что Украину как банку с муравьями трясут Соединенные Штаты Америки. Игорь, приветствую. Добрый. Вы работаете не только политическим обозревателем на УНТ и освещаете деятельность нашего президента, но и преподаете на журфаке. Ну, пытаюсь, во всяком случае. И сами вы там тоже учились, насколько я знаю. Если сравнивать студентов журфака сейчас и тогда, когда вы были студентом, то какими они вам видятся? Предлагаю разделить на несколько частей. Во-первых, те студенты, у которых я преподаю, я работаю на журфаке второй год, но все-таки студенты, которые набираются после того, как журфаку было со стороны государства, уделено чуть большее внимание, чем это было раньше. Вот первый, второй курс нынешний, они прям хорошие ребята, скажем так. Там потенциально действительно толковых будущих журналистов достаточно много. На меня наверняка обидятся ребята со старших курсов и недавние выпускники журфака, но вот выпускные курсы были, на мой взгляд, для профессии нашей крайне слабенькие. Мне кажется, что в мое время студенты журфака были больше мотивированы именно на работу в профессии, начиная со студенчества. Позвольте уточню еще вопрос. Более слабенькие в каком отношении? Я поясню. То есть, наверное, это связано с тем, что в целом молодежь немножко чуть более рафинированная, чем были даже мы лет 10-15 назад, не говоря уже о наших родителях. То есть, я сейчас по, в том числе, выпускным группам на журфаке вижу людей, которых много, которые рассуждают так. Ну, я вот пока учился, я вот что-то попробовал, я не знаю еще, чем я буду заниматься. У них нет четкой цели, к которой они осознанно идут. Они познают мир, несмотря на то, что им, в общем-то, уже там за 20 лет, у них скоро период, когда они перестанут быть студентами и, условно говоря, должны как-то работать, обеспечивать себя, а они еще пока так летают в облаках и думают, как себя творчески где-то реализовать. Они не рассматривают эту профессию, как в первую очередь именно профессию. Это для них пока еще некий такой фан, развлечение, получение удовольствия и так далее. Мне кажется, в мое время, ну вот мы лучше понимали, что журналист – это профессия. Профессия, на которой и в которой не только ты получаешь удовольствие, не только снимаешь какие-то там классные штуки, которые тебе приносят удовольствие, но это каждодневный тяжелый специфический труд. Вот этого понимания, мне кажется, было как-то поменьше на журфаке. Мы сейчас пытаемся его вернуть. Я прям вижу позитивные изменения, субъективные во всяком случае, за последние годы, что все-таки учить профессии, а не развлекаться, играясь в журналистов. Это очень большая разница между этими понятиями. Вот эти позитивные моменты, которые вы отметили, с чем они связаны, как считаете? Может быть, как-то подходы в подготовке студентов поменялись? Наверняка подходы менялись, конечно, это во-первых. Во-вторых, мне кажется, очень важна практика привлечения людей, которые действительно работают в профессии. Давайте я скажу как есть. Я учился на журфаке, ребята, которые сейчас учатся на журфаке, они очень часто говорят следующее. Нам о том, как нужно работать в профессии, порой рассказывают люди, теоретики, которые на практике либо мало поработали в профессии, либо не работали вообще. Они могут быть безумно гениальны в академическом образовании. Но между теорией и практикой, особенно в таких сферах, как журналистика, бывает очень много существенных отличий. В последние годы все-таки журналистам, практикам и привлечению их к обучению на журфаке уделяется гораздо больше времени. Мне кажется, что это одна из причин того, что подготовка студентов журфака стала гораздо лучше. Во всяком случае, я, но я знаю и другие мои коллеги, они говорят о нашей профессии честно, что эта профессия подразумевающая преодоление определенных препятствий для получения результата, а не жизнь в удовольствии. Потому что, опять же, потом приходят выпускники либо студенты журфака на практику, когда они видят, что, скажем, реальная работа журналиста — это не та иллюзия, которая была у них, когда мы едем снимать что-нибудь прикольное, а оказывается, это очень много ситуаций, когда тебе нужно преодолеть сопротивление для того, чтобы получить информацию, снять то, что снять сложно либо нельзя, но если попробовать, то можно. Они к этому морально не готовы. И они понимают, что им тяжело, у них не получается с первого раза. Первое желание — бросить все. Нужно взросло готовить будущих журналистов. Не играться с ними в журналистику, а готовить их взрослых к взрослой профессии. Тут еще, знаете, с чем может быть проблема, на мой взгляд? С тем, что, поступая на журфак, некоторые, к сожалению, идут туда с каким-то предубеждением стиля «Я потом не хочу работать в гос.СМИ». Это тоже, наверное, значительная проблема. Тогда здесь можно, я не думаю, что здесь вот прям это вопрос журфака, и я не защищаю свою альмаматор и тот факультет, где сейчас работаю. Ведь по большому счету очень многие абитуриенты куда-то поступают, в какие-то вузы страны, без четкой цели далее работать по этой профессии. Да, то есть условно говоря, как сложилась, на мой взгляд, сейчас практика в образовании. Кстати, Министерство образования, насколько вот понятна стратегия этого министерства и совещание по образованию с участием главы государства, которых даже недавно было два, как поступают студенты из журфака и чего уж там их родители в первую очередь. Сразу мы получаем количество баллов, которые у нас есть для поступления. Мы смотрим приоритетно те профессии, которые хотим, проходим ли мы туда на бюджет. Если вдруг туда мы на бюджет не проходим, то мы не рассматриваем в первую очередь вариант, там, не знаю, на платное что-то, либо мы смотрим любую другую профессию, главное, чтобы на бюджет. Далее, если и туда не поступаем, мы смотрим уже платные специальности, но тогда уже те, куда действительно ребенок хочет поступить, учиться. Если и туда не получается совсем плохо, то мы идем на бесплатно учиться туда, ну вот куда мы можем с нашими небольшими баллами поступить. Потому что, опять же, премьер-министр говорит, что я абсолютно с ним согласен. Поступить в ВУЗ сейчас не проблема от слова совсем. Но и потом дети такие, то есть, идут учиться куда-то той специальности, в которой они вообще не собираются совершенно точно работать. Они получают высшее образование, просто чтобы высшее образование у них было. Вот это все, на мой взгляд, нужно менять. Это долго, болезненно и сложно. Это вряд ли будет происходить, даже вряд ли это будет начинаться прямо сейчас. Но, очевидно, мне очень понравилось, как глава Совета Республики Наталья Ивановна Качанова, она, в общем-то, такую мысль и вбросила. Нам нужно смотреть, нужно ли нам столько специальностей и вообще столько ВУЗов. Это как-то прошло после последнего совещания по образованию малозаметным, но это очень важная мысль, которую Наталья Ивановна высказала. И над этим тоже стоит задуматься. Всем, кто так или иначе прикасается со сферой образования. Еще хорошо сказал глава администрации президента о том, что высшее образование у нас становится всеобщим. Давайте прямо. Понятно, почему для Александра Григорьевича Лукашенко принципиально важно, чтобы у всех в стране была возможность получить высшее образование. Потому что Александр Григорьевич Лукашенко, человек, который рос в условиях, где высшее образование было показателем некой элитарности. Было престижно. Получить его, это значит, ты в конкурентной борьбе, а иногда с очень большими сложностями, потому что кроме конкурентной борьбы была еще борьба блатных и всех остальных за такие же места, то там, если ты получил высшее образование, ты прям сразу большой молодец. Чего уж там, у меня родители, что отец, что мама, они оба из деревни и высшего образования у них как будто изначально не было на момент моего рождения, во всяком случае. Потому что вот такая была история. И для президента, конечно, это личная в том числе задача сделать так, чтобы моя нация имела возможность получать высшее образование, и люди могли поступать в вузы вне зависимости, откуда они. Он это успешно реализовал. Но ситуация-то поменялась за последнее десятилетие. И той значимости высшего образования, которая была при той еще старой советской, а потом и постсоветской системе функционирования государства, ну вот этой значимости уже нет. Мы уже, наоборот, много лет говорим о том, что мы теряем престиж профессии обычных рабочих, где нужно среднее специальное образование. Как повысить эту престижность, уменьшить набор в вузы и автоматически увеличится интерес к рабочим профессиям и среднеспециальным учреждениям. Это не то чтобы радикальное решение вопроса, но резкое. Но над этим стоит задуматься. А то, что высшее образование сейчас, какая вакансия ты не посмотри, условно говоря, при всем уважении, безусловно, к каждой профессии, но от дворника до сторожа везде будет написано, желательно, высшее образование. Это просто стало необходимостью. И это в корне поменяло отношение в обществе к самому высшему образованию. К сожалению, да. Но вы в самом начале разговора сказали, что ребята первых курсов на шурфаке у вас оставляют все-таки более положительные впечатления, чем ребята старших курсов. А как вы считаете, среди них есть те ребята, которые потенциально могут стать толковыми журналистами, возможно, даже которые будут освещать работу президента? Я уверен, что есть. Естественно, достаточно очевидно, что я, как кадровый сотрудник телеканала ОНТ, выполняя функцию преподавателя факультета журналистики, я еще поглядываю на людей, которые, на мой взгляд, могут работать успешно прямо сейчас на телеканале ОНТ, и потом руководителям своим доношу, что вот у меня есть такая студентка, которая может работать у нас, давайте мы ее возьмем или обратим внимание. Что касается более долгосрочной перспективы, такие ребята есть. Единственное, что тут с ними нужно очень тонко работать, касаемо того, что мы вот видим вас где-то когда-то, в том числе в большой экономической либо политической журналистике. Опять же, я общаюсь с этими ребятами, они юны, и юность сегодняшняя, 19-летняя, очень отличается от юности даже моей. То есть, я в 19 лет так или иначе думал, что мне через год-другой нужно будет где-то зарабатывать на покушать, чтобы не перекладывать это на родителей, это было личным мотивом. Но сейчас такого у нынешних 19-летних ребят, если есть, то очень мало, очень мало. Поэтому для них какой-то приоритет, для них пойти в профессию, где нужно вот вкалывать, не является приоритетом. Поэтому, на мой взгляд, когда мы вот молодым студентам, особенно первого-второго курса, мы им говорим о том, что вы, будущие бойцы информационного фронта, на вас государство возлагает большую надежду. Вы же понимаете, что мы живем в сложное время и будем рубиться с оппонентами в медиаполе, и поэтому приходите к нам на эту войну. Вот им, таким молодым совсем детям, им пока это все непонятно, не очень интересно и не очень нужно. Можно говорить о том, хорошо это или плохо, но вот оно есть так. Поэтому для начала этих пока еще детей, будущих журналистов, нужно завлечь, дав им то, что они хотят. Профессия журналистики, она очень-очень интересна. Если ты хочешь, условно говоря, бодаться ради национальных интересов своего государства с идеологическими врагами, у тебя такая возможность есть. Если для тебя приоритетно снимать какие-то туристические влоги, блоги, это тоже замечательно. Потом этот человек, реализовав себя в какой-то более простой сфере, возможно, задумается о чем-то более сложном. И вот тогда состоится этот переход. Я не вижу на журфаке людей, которые через год, два, три, пять, могут эффективно быть бойцами медиаполя. На мой взгляд, их нет. Но я и не считаю, что это плохо. Всему свое время. Ну да, они же должны получить для начала какой-то опыт и потом вырасти в этих, как вы говорите, бойцов медиаполя. А мы постепенно к этому идем. По большому счету, белорусская журналистика построена на, в принципе, молодых ребят в кадре. Если мы говорим про телевидение, про YouTube и прочий видеоконтент. У нас в основном, ну чего, мы с вами тоже, мягко говоря, не старики. Но тем не менее, я вижу и телеканалы УНТ, и коллеги с других телеканалов, мы больше внимания обращаем на людей постарше. Потому что, ну вот так было у нас заведено, молодым у нас везде дорога, вроде как свежие лица, это классно. И вот мы в какой-то момент видим, что основная генерация топовых, условно, пропагандистов телевидения это ребята 25-35. Но в целом, это ведь не очень правильно. Я думаю, что зритель, конечно, больше будет доверять человеку лет 40-45-50, который прилично пожил, у него богатый опыт, у него много своего мнения и есть основания это мнение выражать. Потому что я вот расскажу лично свою какую-то историю. Когда был 2020 год, я был вынужден пойти в то, что называется авторская журналистика. Потому что до своего участия в авторской рубрике будет дополнено, я приличное время в большинстве репортажей даже не стендапился. То есть не записывал видео в стойке с микрофоном. Объясню почему. Потому что мне казалось, и мне кажется так до сих пор, что я порчу этим свою работу. Потому что я человек молодой, я рассказываю о чем-то архиважном, о президенте, о его решениях. А потом в кадре появляется молодой человек, которому на вид 25-30 лет. Мне кажется, что у зрителя это скорее вызовет отторжение. Что ты там молодой, нам рассказываешь, как нужно жить. Поэтому я этого пытался избегать. Я, мне казалось, своим присутствием в кадре только буду портить ту работу, которую я стараюсь делать хорошо. А вот когда человек такой более взрослый, то у зрителя чуть больше, мне кажется, доверия. Я думаю, что мы постепенно к этому будем идти и придем. Ну и в конце концов, те лидеры нашего государственного медиаполя будут взрослеть, что само по себе тоже решает этот вопрос. Вы сказали, что переломным моментом, когда вы все-таки решили больше, как вы говорите, стендапиться, для вас стал 2020 год. Да. Что конкретно вас побудило все-таки немного сменить формат и уйти в авторскую журналистику? Понятно, о каких событиях идет речь, но что подтолкнуло именно вас? Начну издалека. Как журналист президентского пула, для начала коротко расскажу, как происходит процесс принятия государственного решения на уровне президента. Это не значит, что пришел Александр Григорьевич Лукашенко, раздал всем задачи, все козырнули и пошли выполнять. Все гораздо сложнее. Александр Григорьевич Лукашенко, как капитан что где когда, приходит, обрисовывает суть проблемы. В зале совещания при этом есть несколько человек, которые представляют некие аппаратные коалиции, которые по-разному видят решение какого-то проблемного вопроса. Он всех выслушивает, затем как капитан команды что где когда и как глава государства на этом совещании принимает решение, какой из предложенных вариантов наиболее работоспособен, затем все на этом совещании обсуждают, как его можно доработать, реализовать, и это все отдается в работу. Соответственно, в 2020 году, даже перед 2020 году, касаемо нашего медиаполя, у меня есть основания говорить следующим образом. У нас было несколько коалиций людей, которые так или иначе являются экспертами в медиа-среде. И были, условно говоря, две кардинально разные концепции работы в электоральную кампанию. Одна концепция, работаем как раньше, стандартно, лучшая электоральная кампания действующего президента, это демонстрация его текущей работы, там в полях, на заводах и так далее. Игнорирование оппонентов, которые из себя ничего не представляют, о чем на импровизированной пресс-конференции 9 августа 2020 года сказал президент, и мы спокойно вкатываемся в выборы, потому что мы понимаем, что абсолютное большинство граждан Беларуси проголосуют за Александра Лукашенко. Была и другая коалиция людей в медиа-сфере, которая предполагала, что скорее всего в этом году так не получится. Но, скажем так, пошли мы по одним рельсам. Но, условно говоря, к середине июля уже было понятно, что вот спокойно работать не очень получается. Все равно нужно при всем нашем желании быть спокойными и рассудительными, когда нас иногда... Иногда складывается так, что на силу против тебя работает только сила большего размера. То есть не то, что мы такие все кровожадные, но когда нас откровенно начинают мочить, то можно миллион раз призывать к тому, давайте жить дружно, но эффективнее, сильнее замочить в ответ. И это было очень-очень нужно делать. И это было нужно делать кому-то. Чего уж там. В нашей сфере есть люди с разным уровнем психической устойчивости. Когда, условно говоря, молодой маме, журналистке, либо ведущей звонят какие-то идиоты и говорят, что мы тебя возле подъезда порежем вместе с твоими детьми, она объективно, очевидно, начинает сильно волноваться. Для того, чтобы оградить таких людей, волнующихся от эфиров и от буллинга, на телеканале ОНТ было принято решение, что, ну скажем так, кто посильнее, тот и будет чуть больше вытаскивать эфир на себе, ограждая остальных людей от буллинга и травли. Почему лично я в это дело пошел, ввязался? Потому что, а, это нужно было кому-то делать, б, мне совершенно индифферентна какая-то атака на меня со стороны представителей другого берега, единственное, у меня были переживания за родителей, естественно, за семью. И, ц, моя личная задача, которую я себе ставил в июле еще 2020 года, выходя в эфир с откровенно провоцирующими заявлениями в сторону оппозиции, я хотел стать громотводом. Потому что, когда представители бунтующей оппозиции пишут всем подряд на телеканале ОНТ какие-то гадости, а потом выходит тур и говорит, вы тут все придурки и вы все делаете неправильно, все начинают писать только мне одному. Мне все равно, но остальных людей оставляют в покое. И самая главная, конечно, цель, почему мы именно так стали работать, потому что большое количество людей с прогосударственным мнением, они ведь тоже хотели защищаться и переходить в контрнаступление. Но, условно говоря, не было ни внутренней команды так делать, ни внешней. Опять же, до 2020 года у нас было такое, скорее это внутренне воспитанное правило, что ну раз не было команды какой-то конкретной, ну не надо высовываться. Так вот, после 2020 года этого нет совсем, и это хорошо. Потому что как только люди, журналисты, эксперты начали сильнее давить оппонента в ответ на сильное давление на себя, тут же куча людей с прогосударственным мнением, которые молчали, из-за чего создавалась иллюзия, что их нет вообще, они начали писать личные сообщения и говорить, наконец-то вы начали говорить так, это значит, что и мы сейчас тоже подключаемся. Это нужно было для импульса в общество. Сделать людей более инициативными. Да, да, то есть, ну условно, по-простому показать, что да, так можно, да, так можно и нужно, защищайтесь, не молчите, а то пока мы будем молчать и наблюдать за всем этим, нас тут на куски растащат. Это была вот важнейшая функция, то еще журналистики до августа 2020 года. Потом, конечно, все очень много раз еще поменялось, но это уже долгая история. Вот важный барьер 2020 год. Понятно почему. Но в президентском пуле вы работаете, если я не ошибаюсь, около... С 17-го года. С 17-го года. То есть, около 6-ти лет, грубо говоря. Да, да. И вы могли проследить, как менялась в принципе работа президента с журналистами, журналистов с президентом. Чтобы вы для себя отметили, какие особенности, что поменялось, грубо говоря, пул тогда и сейчас. Александр Григорьевич всегда очень трепетно относится. Все, что я... Вы понимаете, работа с журналистом президентского пула, она, если ее пытаться делать очень хорошо, она насколько сложная, настолько интересная. Я объясню почему. Когда у нас в стране система с сильным лидером, коим, безусловно, является Александр Григорьевич, когда система госуправления опирается на одну какую-то конкретную сильную личность, то для понимания всех процессов очень важно понимать саму эту личность руководителя. Его логику, не сиюминутные заявления здесь и сейчас, сегодня, а вот именно в динамике. Особенности характера, в том числе, я могу даже привести пример, да, то есть встреча Александра Григорьевича Лукашенко с губернатором Новосибирской области. Вот входит в кабинет совещательный Александр Григорьевич, он шутит с губернатором о том, что, мол, что, далеко тебе лететь от Сибири, но, вроде бы, пять часов только. Но в шутке Александра Григорьевича и в его даже смехе в ответ на шутку губернатора, вот ты стоишь в зале совещаний и что-то вот какие-то нотки тревоги начинаешь чувствовать. Потому что ты видел много раз, как президент входит, здоровается, с кем-то шутит. Сейчас что-то другое есть. Затем президент присаживается за свое рабочее место, начинает общаться с губернатором на тему двустороннего товарооборота, но кажется по ощущениям, что что-то президента, ну не то чтобы тревожит, но он о чем-то, ну еще что-то держит в голове. И после этого Александр Григорьевич спустя какое-то время говорит, я вот только что прочел доклады спецслужб, нас в покое не оставят. Говорят там вот это следующее, всех не устраивает наша кооперация Белоруссии и России. И ведь это наверняка, это совершенно точно далеко не все, что прочел президент в докладе спецслужб. И не все это, естественно, было опубличено. О чем-то президент очень сильно, очень сильно задумался. И это, на мой взгляд, в тот день стало поводом того, чтобы речь Александра Лукашенко, которая была на встрече с губернатором Новосибирской области, но она получилась гораздо шире по тематике. Это были уже такие программные заявления о нашем сотрудничестве с Россией в целом. И в целом о нашем месте в мире. У этого ведь какая-то... В этом важно пытаться разобраться и понять президента. Скажу так, в 2017 году, первый год, когда я работал с Александром Григорьевичем, я очень сильно волновался. То есть я тот год практически не помню. Для меня было главное не накосячить, не подвести голову государства. Потому что Александр Григорьевич, как человек, который... Он же рассказывал публично, что тоже хотел быть журналистом, но в итоге пошел на истфак. То есть стрессовый фактор все-таки... Конечно, есть. Люди, которые будут говорить, что вот... Конечно, люди переживают. Ошибка на таком уровне может дорого обойтись даже не лично журналисту, и не его изданию, а стране. Одно неверное слово в репортаже о деятельности президента теоретически может спровоцировать некий международный конфликт, потому что журналист президентского пула так или иначе ассоциируется с государственной позицией официальной. И это может... Одно неудачное слово, и тут раз страна лишилась контракта какого-нибудь условно на много миллионов долларов. Это правда. Это, конечно, накладывает свой отпечаток. Поэтому, конечно, ты переживаешь. Вот. Ну вот уже дальше. Восемнадцатый год, девятнадцатый. Для начала Александр Григорьевич очень поотечески относится к журналистам, но он и поотечески требователен к своим детям-журналистам. Он требует иногда прямо, иногда теми подсказками, которые он дает журналистам, он требует повышенной ответственности и, на мой взгляд, как раз понимание того, что он делает в долгосрочной перспективе. Президент от нас хочет не просто, чтобы мы рассказывали, что произошло сегодня, здесь и сейчас, и что сегодня рассказал кому-то, либо всему миру Лукашенко. А что это значит? Это новый этап какой стратегии президента, к чему он ведет? Объясните людям. Ксаня Григорьевич очень часто передает поручение именно такого характера. Дорогие журналисты президентского пула, объясните людям, что мы делаем. Нормально объясните, толково. Где-то, может быть, мы в совещании не смогли это донести, но вы же понимаете, что мы делаем, поэтому вы просто до всех донесите. Не пересказ событий, а еще и анализ. Абсолютно верно, абсолютно верно. Ну, прям простой пересказ, это не президентский пул. И мне кажется, что, ну, скажу, может быть, громко, мне кажется, что Александр Григорьевич людям, журналистам, которые с ним работают, очень благодарен за их работу. Он понимает, что эта работа тяжелая, потому что он так как человек, думавший в свое время быть тоже журналистом, он знает, что это нелегко, что это непросто. Написал текст, прочитал красиво в камеру и поехал дальше заниматься своими делами. Это каждодневное потребление информации в неограниченных объемах. Он, я уверен, президент нас очень ценит и доверяет нам. Уверен, что своим журналистам Лукашенко доверяет больше, чем некоторым своим чиновникам. И доверие это стимулирует тебя, это доверие не подвести, оправдать это доверие. Сейчас речь шла, как я понял, про, как вы сказали, своих журналистов, про журналистов президентского ГУЛа. Но с главой государства работают в том числе и иностранные журналисты, которых очень часто приглашают вот даже на такие беседы, скажем, где они задают главе государства вопросы, он на них отвечает. И здесь, по-моему, совершенно понятно, что они не всегда заинтересованы в том, чтобы объективно передать то, что рассказывает президент, или объективно осветить его деятельность. Так скажем. Но их, тем не менее, продолжают приглашать на эти встречи. Вот тот же Мэтью Ченс известный, например, CNN, если не ошибаюсь. А как вы считаете, почему? Почему их приглашают до сих пор? Александр Григорьевич Лукашенко великолепный психолог. Более того, человек архиопытный. Он очень хорошо разбирается в людях. Это, конечно, ему дает очень много преимуществ как политику уже там мирового масштаба. Когда вот была последняя наша встреча таким смешанным составом белорусские журналисты и журналисты иностранные, я всегда на всех мероприятиях очень люблю смотреть за реакцией и там за мимикой движениями президента, когда ему задают вопрос, и за журналистами в том числе, за вот вообще мимика, взгляд президента во время разных каких-то мероприятиях. Это вообще краеугольный камень понимания того, на мой взгляд, что происходит вот здесь и сейчас на мероприятии с участием главы государства. Для начала президент прекрасно понимает, что большинство журналистов иностранных СМИ приезжают в Минск, ну назовем так западных, потому что понятно, что ребята с Аль-Джазиры, китайские коллеги, они с уважением выслушают то, что скажет Александр Григорьевич и ретранслируют это своим зрителям. Мы говорим сейчас про коллективный запад. Да, да, разумеется. Он их приглашает в надежде на то, на мой взгляд, что несмотря на редакционное задание условно все равно мочить Беларусь, что бы ни сказал Лукашенко, но это всего лишь редакционное задание. Условный Мэтью Ченс, кроме того, что он журналист своего издания, он ведь человек. И когда он приезжает в Беларусь, про которую вынужден из-за редакционного задания писать одни лишь гадости, но он же видит, как на самом деле это происходит все дело в стране, Мэтью Ченс пишет стендап на фоне замечательного современного торгового центра в Минске, на фоне дорогих спорткаров, которые стоят десятки, а то и сотни. И рассказывает, как в Беларуси тяжело жить и так далее. Да, понятно, у него есть редакционное задание, но он человек. Такой же человек приезжает на встречу с Александром Григорьевичем Лукашенко, президент Республики Беларусь. Для него, пока он приезжает первый раз, у него редакционное задание, что ты диктатор, тиран, все плохо и так далее. Но он начинает с ним разговаривать и не видит диктатора, видит адекватного, толкового политика, способного отвечать на вопросы, дискутировать и так далее. А когда он приезжает во второй раз и в третий, это в нем, как в человеке, больше укрепляется, что конфликт между человеческим восприятием Беларуси и Лукашенко и редакционным заданием по восприятию Беларуси и Лукашенко. Поэтому Александр Григорьевич, я уверен, и дальше будет вот так упорно приглашать этих журналистов в надежде на то, что вот этот конфликт между рабочим и личным когда-то сыграет в пользу Беларуси. Итого, конечная цель того, почему Лукашенко упрямо приглашает их снова и снова, сделать лучше для Беларуси и для восприятия Беларуси в мире. А еще, Александр Григорьевич Лукашенко, являясь президентом Республики Беларусь, тоже человек, который в последние годы, ну, говорят, во всяком случае, коллеги постарше, мне в 34 сложно бросаться такими словами, что Лукашенко сейчас переживает очередную свою молодость, насколько яро, ярко и круто он риторикой может размотать совершенно любую тему любого оппонента. И вот на таких встречах с зарубежными коллегами всегда интересно посмотреть, как Александр Григорьевич призывает оппонентов к дуэли. Давай, давай. Что ты хотел спросить? Ну, обостри. Хорошо. Скажи еще раз про то, что мы мигрантами атакуем Европу. Придумайте новые аргументы против меня. Я и эти аргументы опровергну. Я могу. У нас есть сила против вашей пропаганды выставлять контр-пропаганду куда более толковую, более рациональную. Давайте бодаться. Я готов. И очень интересно наблюдать, опять же, за мимикой президента, когда он призывает к такому, ну, даже не то чтобы диалогу, а к барьеру журналиста иностранного СМИ, слышит какой-то базовый, простой вопрос, который слышал уже много-много раз, разочаровывается и, скажем так, отвечает нехотя, на мой взгляд. Вот это крайняя встреча, например, потому что каждый второй вопрос касался либо Вагнера, либо ядерного оружия. Да, я склонен считать, опять же, возьму на себе смелость утверждать, что вот вопросами от этих коллег Александр Григорьевич был разочарован. Они не были интересными. А Лукашенко был готов к интересным, действительно острым вопросам, на которые легко бы отвечал совершенно. А приехали ребята поспрашивать про вагнеровцев, потому что у них такое редакционное задание. С другой стороны, они хотя бы не придумали против нас ничего нового и острого, что говорит о том, что, возможно, стратегия создания внутреннего конфликта в зарубежных журналистах, внутреннего человеческого и редакционного, может быть, она и работает. Я уверен, что Мэтью Ченс, то, что говорит у себя или Стив Розенберг, ребята, которые говорят что-то в эфире, не все так считают по-человечески, когда речь идет о Беларуси. Вот вы отметили риторику президента и действительно много очень ярких высказываний у Александра Григорьевича, которые, в том числе, стали основой для так называемого мерча первого. Так. Ну, то есть футболки для наших зрителей, я объясню, кто не знает, свитшоты с цитатами президента и так далее. А у вас есть какие-то любимые высказывания президента, помимо тех, которые уже есть на одежде? Долгое время, когда я начинал работать в президентском пуле, я вот, по-моему, это был 17-й год, может быть, 2018-й, но президента сказал одну фразу, которая мне очень-очень понравилась, я ее распечатал, и она вот висела у меня на рабочем месте как напоминание. Цитата дословно следующая. Все, дурница должна быть закончена. Я человек из региона, я в Минске приезжая лимита, когда мне какие-то мои друзья, знакомые, приятели пытаются или пытались в 20-м году рассказать, что вот нам не нравится, как говорит президент, мы все такие нежные, добрые, пушистые, а я, как и большинство на самом деле жителей нашей страны, я не минчанин, я не чопорный и пафосный, я достаточно простой, поэтому я разговариваю так, как публично в том числе, говорит Лукашенко, поэтому да, я очень люблю фразу все, дурница должна быть закончена и относительно недавно Александр Лукашенко даже добавил все, дурница закончена, я вот тоже для себя отметил, что вот тогда должна была быть, сейчас уже закончена, по идее, это уже точка поставлена, а так, Александр Григорьевич конечно блестящий спикер, который фонтанирует интересными, запоминающимися цитатами постоянно, более того, иногда это происходит, опять же, на мой взгляд, иногда это происходит ситуативно, а иногда Александр Григорьевич понимает, что он сейчас вот что-то скажет, это будет долго обсуждать, это будет дискуссионно, кто-то будет возмущаться, что так неправильно, но лучший медиа-менеджер Беларуси, это лично президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, опять же, могу на простом примере, опять же, 2020 год, посещение, одно из посещений воинских частей, где Александр Григорьевич говорит абсолютно понятную всем, не вызывающую ни у кого противоречий и здравомыслящих людей мысль о том, что на самом деле, во всяком случае, здесь и сейчас президентом Беларуси не может быть женщина, по ряду причин, одна из которых у нас есть мощнейший силовой блок, который в том числе, это уже президент мне говорил, это моя вольная трактовка, которая воспитана на традициях следующего характера, что подчиняться женщине не очень хорошо, можем топать ногами, говорить правильно, это либо неправильно, но это есть, и вот Александр Лукашенко говорит, что да, вот в Беларуси все-таки у нас президент не женская должность, а потом, по-моему, это даже попадало в публичное пространство, а потом дает распоряжение, ну давайте, вы это вбрасывайте в медиаполе, пускай пообсуждают, поговорят. Президент прекрасно понимает, что найдутся те, кто будут говорить, да, 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 совершенно правильно ты говоришь, так и будут оппоненты, которые будут эти слова критиковать, но президент это делает сознательно, потому что понимает, что обсуждение таких тем в обществе, оно а, с подачи президента направляется в тот вектор, в который нужен белорусскому государству, а б, на таких темах можно лучше посмотреть аудиторию, понять, какая наша аудитория, как она реагирует на какие-то темы чуть острее и так далее, поэтому, ну, цитат много, мне безусловно нравится цитата, что, цитата о том, что я диктатор, мне тяжело понимать демократию, я вообще очень рад, когда мы говорим какие-то вещи прописные, которые и так все прекрасно понимают, те, которые являются абсолютной истиной, но об этом почему-то не принято говорить. Меня больше интересуют, конечно, президентские мысли, цитата, это скорее красивая форма, меня интересует больше красивое содержание, мне больше нравится сама мысль, когда президент на совещании, президент, назначая руководителей местной власти, говорит о том, что, да, ваша задача поддерживать наших людей на электоральной кампании, в парламент, в местные органы и в НС, да, власть поддерживает своих людей, власть действующая в любой стране, поддерживает каких-то кандидатов, представителей самих себя, стесняющихся, стесняться. Да, чего мы этого стесняемся? Это все прекрасно понимают. Если мы будем выходить и говорить, ну, вы знаете, тут люди сами по себе, вот они решили баллотироваться, ну, так уж получилось, что вот этот кандидат, он из Белой Руси, но, честное слово, он сам так решил, ну, люди же нам не поверят, потому что это неправда. Когда мы открыто говорим о каких-то наших делах, но честно, в этом, конечно, тоже Александр Лукашенко локомотив, за которым всем нужно в вертикали управления гнаться, в проговаривании очевидных, честных вещей, которые раньше мы почему-то стеснялись сказать, но почему уже, наверное, никто и не помнит. Вот смотрите, Игорь, сейчас в ходе разговора вы говорили, президент сказал это в 2017, 2018, 2020 и так далее. Как у вас получается запоминать это? Это как вопрос как у тебя получается делать там все и сразу? Ответ очень простой, у меня не получается. Я, естественно, не помню все. Вопрос может быть следующего характера. Как вообще люди попадают в президентский пул? Есть у наших оппонентов устойчивый такой нарратив против нас и легенда, что в пул президентский берут прям в первую очередь лояльность к власти лично к Лукашенко и потом умение выполнять приказы и все остальное, нет. На самом деле не это самое главное. Главное условие вхождения в президентский пул журналистов это умение быстро обрабатывать большой объем данных и второе это способность работать не совершая ошибок продолжительный период времени. Вот для начала нужно это. Только при наличии этих двух условий тебя начинают рассматривать как возможного кандидата на вхождение в президентский пул и вот там уже конечно чего уж там посмотрят лояльность и все достаточно странно было бы если бы в президентском пуле были люди хоть как-то там нелояльные к главе государства это идиотизм совершеннейший. Это тоже одна из вещей о которых не нужно стесняться. Абсолютно не нужно. Естественно в президентский пул Лукашенко попадают журналисты лояльные к Лукашенко. Как и в президентский пул совершенно любого другого политика в мире попадают только журналисты лояльные лично ему либо проводимой его политике. Что касается того как лучше запомнить для начала нужно все читать. Моя работа такая что даже если я сегодня не работаю во дворце независимости я все равно читаю сразу что сказал сегодня Лукашенко а потом и пересматриваю видео потому что мне лично важно с какой интонацией он это сказал какие невербальные сигналы были от президента когда он что-то говорил потому что в цитате в тексте может показаться что-то это архиважным но потом включаешь и смотришь президента он это сказал вскользь и наоборот кажется какая-то незначительная мысль в текстовом исполнении но когда смотришь как это президент говорит ты понимаешь что для него это важно он это выделяет просто смотреть все и периодически самому себе напоминать опять же из текущей деятельности у нас недавно был визит того же губернатора Новосибирской области так я вспоминаю когда у нас еще был губернатор Новосибирской области ага он был в 19-м году давай-ка я о чем они там говорили я открываю начинаю освежать в памяти и так далее это касается очень много многих разных тем мы едем куда-то смотреть производство элитных сортов рыб и производство икры а когда еще ездил Лукашенко смотрел вот ты смотришь вот он на похожем предприятии вот он в самом начале отдает поручение ученым и производственникам давайте мы попробуем это сделать потом значит он едет на какое-то одно производство изучает первый опыт и так далее так ты освежаешь это в памяти но это нужно делать плюс-минус каждый день поэтому это очень тяжелая работа и журналисты президентского пула они видят главу государства грубо говоря не только за столом совещаний ну и просто за столом скажем так и какой Александр Григорьевич за кадром я часто по-простому говорю я уверен что Александр Григорьевич на такую мою легкую фамильярность не в обиде Александр Григорьевич Лукашенко хороший мужик вот все что у зрителя приходит на ум какая ассоциация вот этих слов вот это Лукашенко это человек который умеет и может пошутить на любую тему поддержать разговор подколоть подъегорить если уж вы там собрались в какой-то неформальной обстановке это человек неравнодушный к которому в принципе ты можешь обратиться с какой-либо проблемой и чаще говоря и чаще всего кстати говоря не со своей проблемой а с проблемой какого-то человека который к тебе обратился нужна помощь ты можешь спокойно подойти искать Александр Григорьевич вот тут человеку нужна помощь может быть как-то поможем он всегда выслушает всегда тут же отдаст распоряжение разобраться если нужна помощь помочь он очень внимателен ко всем людям которые находятся рядом с ним реже чаще не так важно он всегда в курсе личной жизни успехов и неудач каждого своего журналиста ну я как журналист буду говорить о журналистах естественно когда я собираюсь условно жениться он знает это если сузить этот вопрос так то какие три чисто человеческих качества президента вы бы выделили для себя открытость мы же прекрасно понимаем что политика что политика это такая опять же у меня на совершенно любую ситуацию есть подходящая цитата Александра Григорьевича может быть недословно процитирую но когда он отвечал на вопрос про Владимира Владимировича Путина и его отношение к чувака Вагнера и к тому что Пригожины Уткин они предатели Александр Григорьевич сказал следующее ну знаете одно дело сказать что-то публично а другое дело что у тебя на душе бывает немножко разница мы все понимаем опять же сделаю сноску ремарку что политика это то где не все нужно и можно говорить еще из примеров посещение недавнее президентом объекта Министерства обороны где он говорит что в той ситуации которая есть сейчас в Польше и вокруг Польши что нужно делать польским политикам просто молчать это самое рациональное но они не могут этого сделать потому что у них скорые выборы политика это не только про умение что-то вовремя сказать но и понимать когда нужно промолчать а вот когда уже идет разговор без телекамер и условно говоря с людьми которым Лукашенко доверяет он очень открытый человек он понимает что для нас для журналистов которым которым доверено работать чуть ближе к Лукашенко для нас важно услышать ответы на какие-то наши вопросы которые нельзя пока задать публично и нельзя публично дать на них ответ но можно об этом спросить тет-а-тет он всегда на них ответит вторая черта неравнодушие наши зрители могут счесть меня нескромным я к сожалению я вижу какие-то в себе черты похожие на то что есть у моего президента я по этой причине изначально в президентском пуле пытался начинать понимать Лукашенко как человека Александр Григорьевич человек человек очень неравнодушный к проблемам всех вокруг и не только белорусов вот просто проблемы всех вокруг он воспринимает как свои проблемы вот он рожден вырос и растет дальше человеком который должен решать чьи-то проблемы в этом он видит на мой взгляд смысл вообще своей жизни для начала решать проблемы как там на базовом проблемы семьи затем президент руководитель предприятия проблемам предприятия надо решать потом его тянет в депутатство чтобы помочь решить проблемы округа от меньшей ячейки общего он постоянно берет на себя какие-то проблемы других людей потому что по-другому не может вот это насколько хорошая черта характера для всех людей вокруг настолько это сложная черта характера для самого человека опять же я чуток нескромно попробую сравнить себя с главой государства мне о каких-то проблемах в мессенджерах люди пишут ну раз-два в неделю пожалуйста помогите и даже пытаясь помочь кому-то не всем потому что ты всем не можешь помочь ты делаешь это в ущерб себе в ущерб своему времени у тебя не хватает там несколько часов доспать несколько часов там спокойно полежать на диване не хватает времени на семью на друзей на всех остальных потому что у тебя куча проблем других людей большинство из которых ты в глаза не видел не знаешь лично вот лукашенко абсолютно такой же человек вот случается где-то проблема в мире и ему действительно не все равно что там эта проблема давайте мы как-то подумаем чтобы эту проблему решить да что с примерами далеко ходить можно туши украину взять в конце концов да претензии украинского народа и даже украинской власти к лукашенко сейчас абсурдные потому что лукашенко 10 лет а то и больше как политик делает все возможное для того чтобы вот этого конфликта который есть сейчас его не было и чтобы украинцы не гибли и сейчас он продолжает утверждать что на разных этапах за это десятилетие лукашенко это делал рискуя чем-то как политик потому что в моменте скажем так некоторые действия Александра Григорьевича иначе воспринимались на чего уж там в российской федерации когда президент пытался давайте как-то вот всех выслушаем примирим и так далее поэтому сейчас когда украинцы пытаются что-то повесить негативного на лукашенко ну это либо скудаумие либо это уже перебор с пропагандой а так да попробую выразить свое политическое мнение политика военная для национальных интересов Беларуси в общем-то выгодно чтобы вся территория Украины перешла под полный контроль российской федерации не обязательно это вопрос вхождения в состав я уверен что вхождение в состав чего бы то ни было в состав России вот точно ни Путину ни его ближайшим соратникам совершенно не нужно весь мир давно устроен совершенно не так почему нам это выгодно строго из таких циничных и прозаичных наших задач до тех пор пока у нас на южной границе будет некая линия соприкосновения противоборствующих сторон какие бы там примирения не были рано или поздно опять что-то вспыхнет нам вот это невыгодно совершенно но упорно Лукашенко где-то рискуя вопросом безопасности ставя в приоритет жизни украинцев призывает всех давайте сядем и договоримся чтобы украинцы не гибли да и чтобы русские не гибли в войне россияне всех национальностей проживающих на территории Российской Федерации открытость неравнодушие и вы знаете мне нравится эта черта во всяком случае в моем понимании того каким должен быть мужчина он резкий Лукашенко может ли быть Лукашенко резкий да может да но очень многие вопросы действительно важные мужчина должен решать решительно резко и не обращая внимания на какие-то сопутствующие ахи и вздохи кого бы то ни было вокруг и не обращая внимания на те препятствия которые есть у него для решения какой-то важной задачи это мужской стержень и когда политик высокого уровня такой же это благо для страны если президент уверен и у этого есть предельно избыточное количество доказательств что нужно сделать что-то он это сделает несмотря ни на что даже если в моменте кто-то будет мешать утверждать что так неправильно просто не отреагирует и сделает потому что так правильно а вот поухать повздыхать это когда-нибудь потом потом я вот не так давно общался с одним российским экспертом и он сказал что в России понятие о так называемых красных линиях оно значительно девальвировалось с момента начала конфликта в Украине и он сказал такую вещь что когда Лукашенко предупреждает о чем-то он обязательно это сделает если к его предупреждениям не прислушивается вот в отношении тех же поляков например что если хоть кто-то на мой взгляд нашу границу ядерное оружие состоит из комплекса это не просто система наведения и огня ядерное оружие это еще и человек способный отдать приказ на применение этого ядерного оружия Александр Григорьевич Лукашенко совершенно точно обладает волей принять такое решение и отдать такой приказ именно в этом случае ядерная установка является действительно эффективно боеспособной потому что есть человек который нажмет на эту кнопку об этом ему не нужно говорить на весь мир весь мир и так знает что он может но что касается России я же не утверждаю что Владимир Владимирович не может этого делать может конечно другое дело что структура власти в России она очень отличается от структуры власти у нас как и структура медиаполе чего уж там когда речь идет о медиавойне об СВО о красных линиях есть очень разные эксперты которые говорят про красные линии кто-то преследует государственные интересы кто-то хайпует так вот Владимир Владимирович Путин он тоже более чем способен принимать такое решение но кстати говоря когда начался конфликт Израиля и Палестины я буду принципиально называть это именно так то мы мне кажется увидели разность что такое действительно война а что такое СВО которую проводит Россия Кремль и конкретно Путин потому что война это уничтожение врага желание уничтожить врага всеми доступными средствами и методами что сейчас декларируется и Израилем и Палестины при этом невзирая на какой-то побочий совершенно да мы у нас война мы убиваем всех кого можем убить потому что это война любым оружием вплоть до запрещенного всякими конвенциями либо второй вариант ведения войны это вынудить врага подписать акт о капитуляции и это вот очень важный момент в войне ты хочешь вынудить врага подписать акт о капитуляции а цель СВО вынудить Киев сесть за стол переговоров и договориться на взаимоприемлемых условиях мне кажется во всяком случае но при этом Зеленскому да капитулировать не обязательно для Зеленского во внутреннем поле это будет формально капитуляцией но Россия не стремится получить от власти Украины подписанный акт о капитуляции они хотят сесть прийти к некому соглашению вы больше не военизируетесь вы не представляете угрозу для нас тогда у нас нет никаких вопросов вы себе дальше живете так как раньше ввиду того чтобы вообще как бы мы один народ славянский ну и Россия совершенно точно не желает Зеленскому судьбы того же Каддафи абсолютно точно зачем с приходом к власти Владимира Александровича Зеленского Владимир Владимирович Путин естественно как бывший чекист о бывших не бывает они все очень ревностно относятся к мужчинам которые занимаются не мужской профессией знаю достаточно много представителей и разведки и просто комитета госбезопасности так вот мужчина который занимается чем-то таким недостойным мужчина сразу вызывает отторжение поэтому Владимир Владимирович когда он комментировал Зеленского было в том числе личное чекистское что там КВНщик шуточки комик эти кожаные штаны чем он занимается но мне кажется что все-таки все-таки Владимир Владимирович чуть с большим хотя бы некое уважение к Зеленскому у Путина появилось за время СВО но сейчас оно пропало окончательно но это так мы немного в сторону про человечность но это важно потому что для политики очень важно попытаться разобраться в том числе в человеческих взаимоотношениях между лидерами государств потому что это сильно влияет на страны регионы и на планету вот раз уж мы коснулись Украины а сейчас во многих беседах мне кажется сложно обойти эту тему так или иначе так уж получается то изначально вот этот конфликт как мне это видится если все очень сильно утрировать в 2014 году на Донбассе возник из-за ну давних глубоких противоречий между западной Украиной и восточной Украиной что вскрылось вот с этим госпереворотом в 2014 году когда людям попросту грубо говоря запрещали говорить на том языке на котором им удобно говорить когда они просто не приняли вот этот госперев переворот их не устраивали вот эти нацистские шабаши которые проводились в Киеве и мы все это видели и Беларусь ведь тоже когда-то была поделена на западную и восточную и совсем недавно у нас появился вот этот праздник День народного единства который именно для того в принципе провозглашен чтобы напомнить людям что мы когда-то тоже были разъединены а потом объединились а вот что для вас значит этот праздник учитывая то что сам вы ну как и я родом западной Беларуси я только вернусь про Украину вот это тоже очень важно Лукашенко тоже ведь об этом говорит говорил не единожды как там на примере из социальных сетей если в одну банку посадить 100 красных муравьев и 100 черных они будут существовать мирно друг с другом но если банку потрясти то от страха ужаса и непонимания что происходит красные увидят в источнике этого страха и всех проблем черных муравьев а черные красных и они начнут грызть друг друга считая друг друга врагами являются ли они врагами друг другу нет единственным общим врагом для них является тот кто трясет банку события на Украине конечно формально из-за того языковым вопросом можно качнуть любую страну совершенно поэтому когда кто-то пытается по разным причинам начинать разговоры языкового характера в Беларуси эти люди либо диверсанты либо идиоты я откровенно говоря я не знаю что хуже потому что любую страну можно раскачать неким языковым либо национальным вопросом но это все так как бы на поверхности глобальная цель в другом опять же свое личное понимание политики этого конфликта исходя из того что я журналист президентского пола и слушаю всего Лукашенко иногда и что-то из закрытого характера когда у нас была холодная война бенефициаром этой холодной войны очень серьезным бенефициаром оказался Китай который исходя из своей такой давней концепции пока два сильных врага грызут друг друга сидел на берегу реки вниз по течению и ждал трупы проплывающих врагов Китай очень сильно начал набирать силу и ближе к 90-м Китай-то в общем-то уже начал задумываться над тем чтобы свою мощность она росла и росла сейчас она достигла невероятных размеров ее нужно куда-то распространять своего рынка для этого уже не хватает самый очевидный лакомый кусок для китайской экономики это рынок Европейского Союза и Китай начал искать выходы на рынок сбыта Европейского Союза который исторически всегда принадлежал Соединенным Штатам Америки начал искать партнеров для этого те страны которые могут стать хабом китайских товаров и китайской экономической экспансии на рынок Европейского Союза если покопаться в истории ведь когда-то с Прибалтикой Китай вел разговор о том что давайте через вас Прибалтов быстро прибрали к рукам к себе потом были разговоры с Польшей об этом же Польшу перекупили условно говоря были разговоры с Украиной о том что Украина может стать хабом китайских товаров на рынок Европейского Союза Да Мотор Сич тоже вспомнил Да Порошенко подписывал дай бог памяти некое особое соглашение с Китаем что мы здесь у нас есть порт и пожалуйста привозите сюда как только это происходит у каждой страны появляются какие-то проблемы извне для того чтобы Китай не мог свою мощь распространять на запад и забирать у США рынок сбыта Европейского Союза где очень мало производится в основном все покупается и формально находится причина на Украине в виде языкового вопроса тут то же самое касается Беларус Лукашенко говорит что глубинная причина происходящих событий в том числе у нас это противостояние США и Китая противостояние экономическое и в первую очередь за рынок сбыта под названием Европейский Союз ситуативно России тоже интересен этот рынок сбыта Россия хотела бы адекватных нормальных отношений с Европейским Союзом хотя для начала а может быть этого было бы достаточно с Германией и Францией как с крупнейшими потребителями но Россия сейчас в связке экономической чуть больше с Китаем и это все немножко усложняет но глобальная причина на мой взгляд того почему последние годы вот это происходит на Украине это то что Украину как банку с муравьями трясут Соединенные Штаты Америки чтобы эта банка не стала мирной и мирной не досталась китайцам как хаб для их товаров на рынок Европейского Союза что касается Дня Народного Единства менталитет белорусов западников от людей восточных ну все-таки немного отличается это правда но мы все живем в одной замечательной и самой лучшей стране что такое День Народного Единства для начала спасибо всем за то что мы не поляки у меня как-то у близкого мне человека бабушка бабушка возраста очень преклонного говорила про всех мужчин абы не поляк вот неважно это касалось работы либо чего абы не поляк для нее это была вот главная характеристика дальше она только начинала слушать о чем идет речь но День Народного Единства это ведь не только о исторических событиях День Народного Единства это историческая справедливость и вот Александр Григорьевич Лукашенко недавно ведь очень важную вещь сказал историческая справедливость справедливость абсолютно александр лукашенко сказал что нужно уважать историю какой бы она ранее не была потому что в общем то когда мы говорим о том что день народного единства это спасибо что мы снова стали благодаря красной армии одной страной но не нужно забывать и не вычеркивать из истории то что мы почему-то почему-то половину беларуси отдали я очень рад что в нашем медиаполе и в политике как внутренней так и внешней белорусской очень часто звучит слово справедливость мне кажется что это то слово вокруг которого мы можем выстраивать действительно эффективную идеологию до этого слова и без этого слова на мой взгляд наша идеология была не самой эффективной мы чего хотим построить какое общество у нас в стране ответ простой справедливая справедливая в разные стороны концепция социального государства иногда дает сбои если случаются перегибы как и везде где случаются перегибы социально ориентированное государство иногда в некоторых случаях приводит к порождению социального иждивенчества вы же социальное государство решите все мои проблемы но вы же социально больше мне должен да а справедливое государство она помогает людям но и требует что-то взамен вот это справедливо для меня день народного единства это день исторической справедливости но я это вижу больше конечно в контексте современных событий я выделяю здесь слово именно справедливость а так как конечно если бы того дня народного единства не случилось то совершенно другой был бы расклад и по великой отечественной войне и по восстановлению территории беларуси получается половины территории беларуси может быть вернулась бы после капитуляции берлина и эту часть обратно к нам но восстановление было бы сложнее вся дальнейшая история беларуси пошла бы совершенно по-другому высока вероятность что не будь того обратного объединения сегодняшней суверенной беларуси в этом виде в котором она есть сейчас не существовало поэтому этот важнейший государственный праздник для нас не единственный важнейший государственный пока скромно скажу на мой взгляд не единственный важнейший даже из тех дат которые у нас были в истории но которые пока не являются государственными праздниками либо не так широко вниманием уделяется но важнейший конечно один из трех во всяком случае день независимости день победы а вот сейчас день народного единства это то что в первую очередь приходит и напоследок такие более неформальные вопросы так позволите конечно первые три книги которые вы посоветовали бы прочитать каждому белорусу я конечно отношу себя человека который не вот я очень много читаю контента политического но мало читаю художественные да я прочел книгу воскресенского про его политический гамбит и как он я свергал лукашенко это в кавычках хорошая книга я правда рекомендую потому что она прям хороша я обожаю крестный отец марио пьюза прям да и моя любимая книга которая есть у меня кстати во всех локациях где я присутствую просто разные издания дома в рабочем кабинете и дома у родителей помимо тоже есть этом когда бывают тоже листаю сунзи искусство войны отлично настольная книга даже не воина а любого человека который должен быть на войне за какие-то цели война может быть экономическая война может быть там госуправление война за социальное благо для людей своей страны очень полезная книга совершенно точно для всех ну грубо говоря там много просто-напросто житейской переводите что-то из военного в мирное очень много классных мыслей и три фильма которые тоже первыми приходят на ум я сейчас идеологически неверно скажу потому что я в основном смотрю представителей западной культуры да я знаю что часть общества за это меня будет ругать но достучаться до небес значит мне категорически нравится фильм с николаем кастром вальдау выстрел в пустоту не самый известный но фильм о том как обстоятельства могут сильно менять человека против его воли о чем люди вокруг не знают фильм про то как человек плюс-минус случайно попал в американскую тюрьму спустя какое-то время стал одним из главарей банды но у этого есть причины и у этого нужно разобраться с этим нужно разобраться почему такие причины ну и третий фильм я бы все-таки рекомендовал что-нибудь такое легкое простое и ненавязчивое мне мне категорически понравилась игра престолов потому что это ведь сериал мне про драконов и не про все эти дома и так далее это сериал про то как устроена не мировая даже а западная политика по большому счету естественно у этого сериала есть прямая ассоциация это британская политика но в целом вся европейская демократическая политика работает вот вот так как безусловно как был снят сериал форма которого драконы и ходоки и все прочее но это всего лишь форма а сам сериал он про политику там хватает да на самом деле что ж спасибо вам большое за эту беседу и за то что нашли время для того чтобы пообщаться мне было очень приятно взаимно до свидания до свидания